Его хрен разобьешь, да? А можно еще раз? Можно, вот так, да? Можно стойди? Ладно, не буду, порой. Это наоборот офигенный вариант. Да? Хороший же, привыкли на это, если на Ореганте работают. Да. Да. Люди будут покупать такие вещи. Это и шикарно будет стоить. Это шикарно не будет стоить. А, в 4 зоны, да? 4 зоны. Зону можешь. Вот такой пультура ставить. Вот такой пойдет, Алексей? Да. Я считаю, что да. Он самый прочный еще. Вот этот вариант самый лучший, самый лучший. А что еще, вращение тележки можно что-ли быстрее сделать? Не, не вращение, а тут что? Покажут, нет. Завица. Там вся там вентилятор скелесирует. Ну, тоже степи. Скорее, мотор. Все правильно. Скорее, мотор. Значит, с кем очки? Торма у вас две скорости, понятно. То есть, нам сейчас нужен вот на этот пульт русский перевод. Идеальное решение. В авторе, это четвертое поколение. В авторе, прошлый пульт. Вот это? Да. Нам-то куда торопиться? А что в пятом поколении? В пятом поколении беспроводной обмен данных. Вот это не надо. Никто не пользуется, блядь. Да что ты говоришь? Ну, у нас нет. Нам третьего, вот, достаточно. Ну, вот, будем брать, что же. Ну, у нас крепление решения. Это же, наверное, что на третий поколение нормальный. Мне кажется, это понять, а? Что? Очень известными брендами это вот сочетается. Видно? Вот, как это узнавается. Вот, и знаю. Да, вот, и знаю. Здесь еще эффект, эффект. Звездной. Да. Все это как бы красиво, аккуратно сделано. Мне кажется, это самое супер. Это самое супер было. Эти должны быть пульты унифицированные. Что на большую ротационную, что на маленькую ротационную, что на 15 уровневую, что на 10 уровневую. Без разницы. Он должен быть универсальный. Сау, тоже? Да. Да, тоже самое. Вот видишь, что он управляет под бракет. Вот это лучше. Почему? Вот прочнее. Вот так ты можешь въехать, вот, толкнуть его внутрь. Здесь другой принцип крепления. Это легко демонтируется. Это эстетично. Да. Это потом ты не сможешь достать. Это принесет чуть ли не пол панели разбирать, чтобы это достать. Ну, здесь не такой же панель. Что тогда? Вот так оборачиваешь, там снимаешь. Какую? Да, ну да. Легко. Какую будем забирать? Вот этот лучше. Вот этот? Здесь меньше мусора. Да. Единственное, я бы, знаешь, что сделал? Вот печка, вот так вот, над пультом. Вот такой небольшой козырек. От воды от влаги, чтобы ничего не касалось. Ну, даже не надо влаги. Здесь этот, сделать просто защиту. Защиту. А, площадь. Ты можешь вот даже, вот, тест проходит, который... А на русском? Нам надо на русском. Да это без проблем вообще, до ячейки закладываются. Паспорт попросил, на английском. Ну, полностью посмотрим. Это подовая печька, Андрей. А вот это что? Растойка, да? Да. Вот это, флёночный. Флёночный с кнопкой. Базовый вариант. Это, конечно, очень красиво. Но вот это подешевле, во-первых. Во-вторых, и физический контакт нажатия кнопки. Ну, понятно, сенсор надежность выше. Но это будет подешевле. В принципе, всё необходимое есть. Значит, выбор по... Температура? Нет, это поды. А, поды, то есть. Четыре пода выбор, например. Это номер программы. Тут выбор пода и температуру. Да, всё понятно. Значит, пара увлажнения, номер программы, время заданное, функции дополнительные, что эта ошибка показывает, заслонка открытия, закрытия, обдув дополнительный, если продув есть какой-то, например, на циклательном объеме. Можно задать, так понял, всё, что угодно на эти кнопки. Это на электрическую кодовую. Это для загрузки рецепта. Вот у тебя горелка. Это и газовая тоже. И газовая тоже. Это нагрев просто будет показывать. Эти качества газ без газа. На расстойку. На большой. Вот на расстойке. Смотри, как офигенно выглядит. Вот. Немеропоционная вот эта часть по маленькой классе. Да, да. Сонок. Вот. Это всё апокалипсис. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!